Касаться в любом случае не хочу. В общем, говорят, это очень веселый матч был. Вот так вот. Прям очень веселый матч с кучей переворотов, с кучей разнообразного веселья и туда-сюда и все остальное. Вообще, на мой взгляд, Завры вроде как должны хорошо играть этот матч, но я не уверен. Могу допустить, что я ошибаюсь и немножко не шарю в происходящем. Вот так вот. Но Демиург игрок уровня вышки, Грейбанни, в общем-то говоря, тоже. Погода сразу не самая приятная для Завров. Ну, с учетом того, что это их атака. Успел разминировать бомбу. Извините. Красивый Краксигор. Сократ. Сократ дает тебе сто крат. Кто вообще топовые трейнеры сейчас, по твоему мнению? В рубле или в мире? В хорошем смысле в вышке? Скорее, в хорошем. В рубле? Ситар, Пупок, Диамет, Я. Это из того, что играет в вышке. Еще из сильных тренеров. Ну, вообще много сильных тренеров. В рубле очень много сильных тренеров. Значит, смотри. Ситар, Пупок, Дио, Я. Энфи, Непруха, Сержик, Брайт. Хотя Брайт сейчас, по-моему, не играет. Рингтейл сейчас не играет. Вентерос очень сильный тренер. Приятненько. Минус Скинкевич. Ну, я открыл рейтинг Башурика, и я вот как бы пропускаю просто. Адьоса давно не видно. Мастера Зена забанили. Кощей слабенький. Кинает, я не знаю, он играет сейчас? Ну, там трудно понять. Он кинает выше среднего точно, но вот чтобы прямо сильный, я не уверен. Но он сейчас и не играет, по-моему. Так что... Ваш Бёрн, честно говоря, что-то последние игры смотрелись не очень. Вот. За что Зена забанили? За то, что он херососил оппонентов. То есть ты играл с ним, а он тебе пишет гадости, гадости, гадости. Пишет, пишет, пишет. И вот это вот всё. Энфи сильный, Непруха, да. Вот он из Твери, кстати, сильный, но вот он, типа, как бы это, тоже не играет сейчас. Ну, Брайт вроде не играет, но Брайт прям очень сильный. Джинни, вот Джинни, на мой взгляд, как сказать, помягче-то. Вроде как сильный тренер, но он настолько морально нестабилен в последнее время, что уже одолевают лёгкие сомнения. Удар в неглу с хорошим проталкиванием. Но, говорю, на мой взгляд, если говорить про буржуйские лиги и нашу лигу, на мой взгляд, у нас состав-то, в общем, очень сильный. Буржуй не очень, в целом. Буржуев, на мой взгляд, качественных игроков просто на порядок меньше. У нас просто ладер никто не дрочит из папашек, грубо говоря. То есть, Сержик ладер там не дрочит, Ситарь ладер не дрочит. Пупок вот пропал, там, я не знаю, там, в общем, мало людей мучает ладер. Ситарь, я играл с кучей людей из Оркоколы, я имею в виду в ладере, и даже из тех, кто вроде как котируется в Оркоколе, ей-богу, в рубли играть сложнее. Особенно в каких-нибудь пиковых вышках и так далее. Я... меня приглашали в Оркоколу раза три. Я все три раза отказывался. В общем, сначала хочу закрыть гештальт. Вот. Правда, пока не очень получается. Меня, в общем, не впечатлило. Как же подкат душно смотрится для скинков в этом матче. Так отклеилось. Что-то без пробоя у Демюрга дела будут очень тоскливы. Скоро его съедят. Ну, я имею в виду по скинкам. Я бы сейчас в Нигла скинкой ехал. Ну, я не уверен, что там есть такое понимание, что престижно, что не престижно. Престиж вообще понятие в... Очень растяжимое, я имею в виду, в Бладбоуле. Ну, я... Как бы, мне кажется, как бы так выразиться. Вот, теоретически Лига Чемпионов считается престижнее, чем любой чемпионат. Но по факту Лига Чемпионов более рандомная. И выиграть ее, вроде как, попроще. В то время как на чемпионате надо распределить свои силы на долгое время. Так что это тоже очень такой вопрос спорный и непонятный. Завозит Банни 1Д до ИСы. Вот. Ну, вот, говорю, на мой взгляд, конечно... Ну... Когда, кстати, был Кубок Чемпионов, его вы... Там не прух, по-моему, дошел до полуфинала, а Диамет его выиграл. И, по-моему, они друг с другом играли, и поэтому один дошел до финала, а другой нет. Если мне не изменяет память. Это вот... Тогда Кубок Чемпионов был в тот момент, когда Диамет сделал свой легендари-стрик, если кто помнит. Такие дела. Просто я реально из буржуев котирую очень мало игроков, если говорить серьезно. Да, некор без лузов. Я просто сказал бы, что вот... Гроссмейстерских игроков у нас явно больше. То есть, там, встретить у буржуев игрока уровня Брайта, на мой взгляд, довольно тяжело. Только вот у меня там на вскидочку идет какой-нибудь там Дионисин и так далее. А когда я смотрю на их, типа, признанных сильных игроков, а-ля там какой-нибудь Поль или какой-нибудь там... Я не знаю... Шон... Они мне вообще не кажутся сильными. Честно. А я Даки миллион лет не видел. Я про Даки ничего сказать не могу. Я Даки очень давно... Я не видел его вживую практически. В ладо я вообще не помню, когда я с ним играл. Ну, не знаю, Ситар. Я играл с Энди два раза. Один раз на Блицпиде. И один раз в плей-оффе Кола. И... Ну, мне он вообще не показался сильным. Я, правда, в Коле я проиграл там, типа... Мы играли Некры Норсы. И там так потрясающе получилось, что за 25 армор-брейков я, по-моему, дал одну траву по Норсам. Имея что-то в районе 6 МБ. И фаля. И при том, что в ключевые моменты... Энди отскочил там, ну, типа... Раз в 6, когда у меня были кубы в мяч. В общем... Ну, у меня качество команды было выше. Но это был самый анлакерный матч. А вот когда мы играли в Блицпиде, я отскочил. Вот так вот. В Блицпиде я отскочил, хотя там тоже были плохие кубы, а потом резко были хорошие. Не знаю, Энди мне не кажется прям очень сильным. Он приличный игрок, но без оргазмов. То есть у меня вот из тех, кого я там могу припомнить... Вот, Дионисиан прям дико неприятный игрок. Кого там еще можно припомнить? Рэндом Бой, мне кажется, довольно сильный игрок. Не могу сказать наверняка его уровень, но он сильный. Кто там еще есть-то? Надо подумать. Ну, Дебасер что-то пропал совсем. Лайнс тоже не видно. Лайнса я не помню, как он играл. Дебасер вроде что-то умел, но когда, например, были русские отборочные, что-то он там как-то неоргазмический уровень показывал. Проблема просто еще в том, Ситар, что, на мой взгляд, уровень игры в ББ это вообще не константа. Я бы скорее определял бы все эти вещи, типа, через человек, который на дистанции постоянно может показывать результат. И как бы еще морально устойчивый при этом человек. То есть на эту тему сразу можно поговорить о Калине, который, скажем так, на мой взгляд, не шибко морально устойчивый в последнее время. Джинни не шибко морально устойчивый. Я не знаю там, кого еще вспомнить. Умрун, вот Умруна я вообще не могу считать сильным игроком. Я знаю, что вроде как Умрун котируется, но котировался, так скажем. Но, типа, Умруна я вообще... Серьезно, он настолько сильно тильтует, настолько сильно тильтует, что я просто не могу назвать его сильным игроком. Я вообще, наверное, не знаю ни одного человека, который так бы сильно тильтовал, как Умрун. В этом плане, помню, еще в свое время Колян хвалил уровень игры Рейвена. Но у Рейвена другая проблема. Ему настолько наплевать на ББ, что, в общем, тяжело его рассматривать тоже как стронгплеера. Вот так вот. Кефогет приличный игрок. Гдейник? Ну... Да, он умеет играть. Я не могу сказать, что он прямо вот, прям вау. Ну да, в рубли он бы играл в вышки точно. И кефогет, и кдейник, наверное, в вышки бы играли. Ну, они оба так подобузивают систему, я бы сказал. Если можно так выразиться. Да не, можно всегда просто открыть чемпионов. Проблема просто в том, что... Как ни странно, обычное чемпионство решается не на скеле, а на удаче. Я, кстати, совершенно серьезно это говорю. Очень клевый фол получился. Опа, аптечка. Аптечка спасла. Ну так, с грехом пополам. Просто любое чемпионство, оно все-таки процентов так на... В финальной стадии, оно процентов на 70 зависит от удачи. Может, даже на 80. На мой взгляд. Я, конечно, не буду говорить прям так 100%, но на мой взгляд, примерно да. Ни фига тут так. Милорд скинки потихоньку кончаются. Ящер с ловкостью это мисклик. Тогда ловкость поймал скинк и завар, и что-то переклинило человека. Я вот сейчас, ребята, открыл и увидел, что в финале 33-го сезона играли Мистер Лайт и Манкис. Кто такой Мистер Лайт, я не знаю. Но вот то, что Манкис это днище, играющее на... Выкачивающее 2К хаос и играя на нем весьма уныло, это я точно знаю. То есть сама мысль, что человек дошел до финала, это как бы удивляет. Потому что он не должен был. Он играет очень слабенько. Я совершенно точно это говорю. А, Велихопея очень приятно играет, я забыл. Велихопея стронг, на мой взгляд. Кибернайт очень прикольно играет, но у него такая... Специфическая команда, скажем так. О, Такл наконец сыграл. Тут уже надо реролить, это правда. Ну так, Такл догнал. Ох, Такл хорошо догнал. Я с Гиннесом не играл, ничего не могу сказать. Спартако очень прикольный игрок, но я его давно не видел. Не Спартакус, а Спартако. Спартако. Вот. Ой, как приятно залетело прямо. Он Герн довольно приличный игрок, хотя я его прям суперсильным не назвал бы. Я не помню, какой он там был чемпион, Ситар. Я про то, что Спартако взял первое чемпионство на дедах в свое время. Вот так вот. В девятнадцатом сезоне, если мне не изменяет память. Ух, красиво сыграно. А, чемпионат мира, не знаю. Может быть, может быть. Не в курсе. Ну, говорю, типа, когда дело доходит до взятия чемпионства в любой лиге, это очень много удачи. Скилл не так сильно решает. Что-то нормально там Завров расколотили. То есть, например, вообще я бы сказал бы, что... Для того же взятия чемпионства в коле нужны, типа, суперспецифические навыки. Я бы сказал бы, что, на мой взгляд, из людей, которые дрочили ландер, по-настоящему великий только один игрок, на мой взгляд. Вот из всех людей, которые дрочат ландер, я имею в виду, по харде, таких много, на самом деле. В великим был только один. Чатик, давайте, ваше предположение. Сейчас эти без рофлов. Честно, как вы думаете? А Дант не брал кол. Нет, я Даки мало дрочил ландер, насколько я помню. И его давно уже не было. Пупок, да? Я согласен. Пупок брал ландер тремя разными командами. Практически в рассвете конкурентной борьбы. Вот так вот. И Пупок лучше всех умеет дрочить команды на выход. В хорошем смысле. Таким навыком, в общем, обладают там полтора землекопа, по факту. Не, Пупок всегда в ландере катал, типа, разным набором команд. То есть, ну да, все знают его, типа, по нурглям, но он-то брал чемпионство и хаосом, и нурглями, и... Для истинного величия надо было Пупку взять бы еще чемпионство какой-нибудь параши полной. Вот. Ну, был бы норм, но я Крутска не котирую. Он тоже игрок такой, типа, настроение, я бы сказал. Нет, не габло. Я имею в виду, что если бы он взял бы чем-то универсальным чемпионство, пусть даже какими-нибудь норсами там, я не знаю. Николовсовой командой. Вот так. Не, ну все-таки плейстайл, хаоса, нурглей и хд очень разный. Несмотря на твои иронии, Ситар, плейстайл этих трех команд очень разный. Мое такое мнение. Понятно, что не такое разный, как между там хаосом и вампирами, например. Ну, да. Ну, Велихопея очень круто играет на Хуманах. Но, по-моему, Норса чемпиона не было. Был чемпион Хмырь. Но... Ой-ой-ой. Но когда чемпионство взял Хмырь, совершенно ответственно вам заявляю, я там у Хмырю проиграл в четвертьфинале, там был такой лаг. Я вот... совершенно серьезно говорю. Спайдер... Спайдер суперпосредственный игрок, но там так завозило. Там... Такие завозы можно увидеть там, я не знаю, ну, крайне редко. Понятно. Опа! Сократ все-таки рерольнул. Ну, что-то завры кончились. Прям сильно кончились. Это ГГ. Надо подумать, что я хочу завтра. Я что-то думаю, что у меня есть легкое желание орками поиграть. Эх, подкат не сыграл. Чувствую, что у меня есть легкое желание поиграть орками. Ну, в общем, не знаю. Мне... В целом, я думаю, что Blood Ball не стоит воспринимать как соревновательную игру. Я так думаю. Blood Ball все-таки про... Про что-то другое. Не про соревновательную систему. Странно, что Хуманы тянут. Здесь, по-моему, фармить можно. А, и Велихопей и Норсами брал? Ну, ладно. Я, видимо, как-то упустил этот момент. Ну, я играл с Велихопей. Он неприятный, конечно. В хорошем смысле, имеется в виду. Вот если бы меня спросили бы вообще про самого сильного игрока в ББ, я бы скорее для себя назвал бы Брайта. Вот. Ну, по своему опыту. Ну, у меня очень... Как это правильнее сказать-то? У меня очень специфический способ размышлений о том, что такое сила игры в Blood Ball. Да, ну, хватит Хуманы. Ну, рингтейл... Слушай, Ситар, разный лейтмотив. Объясню так. Я ощущаю силу игрока по тому, насколько с ним некомфортно играть. То есть... Так это пресловутое давление. И вот, когда ты играешь с Брайтом, оно именно такое, я бы сказал. Глубинное давление. То есть, все время ощущение, что в любом участке поля тебя давит. Даже когда все плохо. Притом давит не потому, что там какая-то шара, а потому, что человек четко знает, что надо делать. Вот. Вот у Брай... Играя с Брайтом, всегда есть ощущение, что... твоя киска в зоне риска. Ну, риск, как ни странно, но оценивать уровень игры в Blood Ball по результатам глупо. Хотя я все равно... Опа. 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 Софт консид завров. Не часто такое увидишь, конечно. Я как-то упустил тот момент, когда завры смогли софт консиднуть. Удивительно.